Сергею Вальсбергу из села Ближний Хутор вскоре после рождения поставили диагноз почечная недостаточность, которая уже перешла в хроническую. Эта тяжелая болезнь чревата осложнениями. Мальчик уже перенес множество операций. Особого результата они не принесли. Близкие Сереже уже почти отчаялись. Но врачи говорят, что шанс спасти мальчика все-таки есть. Продолжит тему Ольга Гаврилова. Лежал в больницах. Мне делали операции. Соблюдал диету. И соблюдаю. А диета самая строгая. Неграммы белка и калия. Сергею Вальсбергу 12 лет. С самого рождения мальчик знает, что такое боль. И большую часть своей жизни проводит в больнице. Практически сразу после рождения ему диагностировали почечную недостаточность. Мальчика обследовали и пытались лечить. В Тирасполе, Бендерах и в Кишиневе. Но нигде, по словам мамы Сергея, Ирины не смогли помочь. Три месяца делали первую операцию в Кишиневе. Лежали у нас. Диагноз поставили у нас. Мы решили поехать туда и сделали там шесть операций. В первом классе я ему поставила уже инвалидность. Потому что уже дошло до того, что уже так пришлось сделать. Мы хотим помочь ему как-то. Потому что уже мы сами не справляемся с его проблемой. 12 лет – это еще ребенок. Для меня это вообще ребенок он. Я просто не знаю уже, что сделать. Отец мальчика погиб, когда Сереже было 4 года. Мама и бабушка поддерживают мальчика на дорогостоящих препаратах, средств на которые едва хватает. В семье рассматривают возможность пересадки почки. Мама и бабушка даже готовы стать донорами. У него обе почки больные. Если надо будет ему решать, что ему надо пересадка почки, мы согласны дать ему почку, чтобы сделали ему такую операцию, чтобы он стал здоровым. Близкие Сережи ищут возможности и клинику, в которой можно осуществить пересадку. Родные надеются, чем раньше произойдет трансплантация, тем больше шансов у мальчика на выздоровление. В любой ситуации, для того, чтобы провести трансплантацию почек, сначала пациенты начинают лечение программным гемодиализом, для того, чтобы нормализовать показатели крови. Это повысить гемоглобин, убрать высокий уровень шлаков, нормализовать ионный состав крови, провести профилактику остеопороза. Потом, только после консультации и заключения главного трансплантового Молдовы, можно будет сделать пересадку в одной из клиник Кишинева. Поэтому специалисты рекомендуют родным Сергея Вайсберга не торопиться с операцией и предлагают начать с гемодиализа. Для этого у нас есть на базе отделения нефрологии гемодиализа работает третья смена, в которую в основном посещают наши пациенты работающие. И для того, чтобы не нарушить жизненный ритм нашего пациента Сергея Вайсберга, возможно, будет рассмотрен вопрос, это согласие, конечно, родителей, что Сережа будет ходить в школу и приходить в третью смену проводить заместительную почечную терапию. Врачи утверждают, что на гемодиализе пациент может прожить и 20 лет. Более того, люди с таким заболеванием способны вести относительно нормальный образ жизни, конечно, с поправкой на диагноз. У нас есть такие пациенты, это наша гордость, так скажем, но это великий труд самого пациента, они выполняют все рекомендации врачей, они соблюдают диету, соблюдают режим определенной жизни, у них нет вредных привычек. Пока Сережа мечтает о том, как когда-нибудь запишется в спортивную секцию и не будет пропускать уроки в школе из-за болезни, в Республиканском госпитале инвалидов его уже ждут специалисты. Для того, чтобы подключить мальчика к аппарату гемодиализа, который, по словам врачей, Сергею Вайсбергу крайне необходим.